здравствуйте друзья в эфире формата 3 из кишинева у нас как всегда продолжать как у всех продолжается изоляция самоизоляция и карантин стараемся по крайней мере несмотря на то что у нас нам это всем все надоело если вдруг они вдруг а скорее всего вас интересует тема к вида то скорее всего вы видели фильмы нашего сегодняшнего гостя антона красовского антон здравствуйте здрасте а это серия задумывалась как серия про эпидемию вич в россии потом к ней присоединились фильмы там не знаю про вакцинацию про что-то еще потом появился к вид проблем в том что в эту тему влетели все неподготовленные поначалу весь мир плетел неподготовлено поначалу и думаю что я был не менее неподготовленный чем любой врач которому досталась эта тема в мире был заговором то наверное было сговорить не со мной с таким другим человеком к вид существует да вот например у нас был водитель который завалил к видом и написал заявление о том что он инфицировался в результате того что работал над эпидемией а потом выяснилось и соответственно это как про ну как бы травма на работе до требующие отдельной оплаты а потом выяснилось что у него оказывается жена работает медсестрой в коммунарке вот и но и вообще все люди ездят общественным транспортом и так далее у вас группе было такое же количество инфицированных как и в любой другом я думаю трудовом коллективе люди которые ездили на работу на метро в электричках в автобусах и так далее вот я думаю что искать никаким образом специально связанность это с работой в красных зонах например не нужно потому что люди выполняли сейчас технические функции они не контактировали с пациентами не оказывали медицинские услуги инвазивные операции все находились защитных костюм я никак не отношусь к ирине шихман потому что ирина шихман не занимается этой темой профессионально потому что ирина шихман такой большой набор разных интервью с разными людьми на фоне провокативной и серийской деятельностью сотрудницы фонда алексей навальна да поскольку это как бы фильм заказанный буквально ну с моей точки зрения фондом борьбе с коррупцией то есть фондом алексея навальна если так сказать это нет так я извиняю как будто это оплаченный фбк фи вот ничего по этому поводу сказать не могу я никак не хочу не осуждать не обсуждать своих коллег данном случае ирина не является моей коллегой потому что я делаю как бы фильмы ну как бы много научно популярных фильмов про эпидемию с раз врачами из красной зоны и так далее а ирина занимается скандалами интригами расследованиями по skype вот она вам никогда не была ни в одной красной зоне ни разу в жизни не надевал скафандр не разговаривала толком ни с одним лечащим врачом и все это и провели да и все это было упаковано в один продукт больше она к этой теме не возвращался на больше никогда не интересовала поэтому в этом смысле она мне не коллега мне интересно то что делают мои коллеги в италии то что делают мои коллеги в соединенных штатах то что делают мои коллеги великобритании на BBC, например, а то, что делают здесь в жанре «Путин продал Россию», мне неинтересно, потому что Путин не продал Россию, и Россия абсолютно выдающимся образом, с моей точки зрения, справляется с этой идеей. Вы посмотрите, как на этой теме работали BBC1, посмотрите, как на этой теме работает Vice, да, посмотрите, как на этой теме работает Al Jazeera, например, это очень хорошая, качественная работа. То есть, как бы, задача разобраться в проблеме, да, а не сделать заказной сюжет какой-нибудь, ни за, ни против. Задача абсолютно не ангажирована чужими словами, да, рассказать о том, что происходит, тем более, что происходит некая динамика понимания, да, мы же за эти полгода, который эпидемия существует, совершенно по-разному начали понимать, по-другому начали понимать, суть этой болезни, ее происхождение, ее влияние на организм, да, вообще ее функционирование в организме. И я уверен, что еще в течение какого-то времени это понимание снова по ним поменяется. Вот. Мне интересуют профессиональные работы, да, работы профессиональных людей, не журналистов, ну, как бы, не только журналистов, а людей, которые могут разговаривать с врачами на одном и том же языке, да, то есть люди, которые понимают, что тацили-зумап, это, так сказать, ингибитор интерлейкина-6, и разбираются, что такое шестой интерлейкин и чем он отличается от первого. Я сомневаюсь, что хотя бы у одного из перечисленных вами моих коллег это понимание есть. Я вот, скажем, не смотрел фильм Алексея Пивоварова про Дагестан, да, потому что мне, в отличие от Лёши, понятно, о чём суть проблемы Дагестана. Я поэтому поехал, потом снял, сам снял фильм про Дагестан, да, не про то, как, опять же, чиновники разворовали всю медицину, да, а про то, что на самом деле чиновники же в Италии не разворовали медицину, так сказать, эпидемия произошла ровно по той же самой схеме и в той же экспонентальной, экспоненциальной, так сказать, кривой, да, а просто потому, что народ очень похож темпераментно и традиционно, так сказать, друг на друга, вот и всё. Поэтому можно во всём обвинять, значит, жуликов и воров, это очень удобно, и более того, это будут смотреть миллионы зрителей, там есть вот такая специальная категория, там миллионов пять, которые с удовольствием всё время ежедневно потребляют контент про то, как Путин продал Россию, жулики и воры, пять минут на сборы и вот эту вот всю ерунду. Меня просто это не касается, я так не считаю, наоборот, считаю более того, прямо наоборот, я вижу, что происходило в Москве, я видел, как успешно Москва непосредственно выходила из этой эпидемии, и вижу это каждый день на улицах города, да, и в реанимациях, да, города, которые освобождаются абсолютно стремительно, вот, и видел, как не понадобились дополнительно развернутые госпитали и в Подмосковье, и в Екатеринбурге и так далее, да, то есть Россия ответственно очень подошла к этой эпидемии, видя, что происходит по всему миру, обучаясь на опыте всего мира, понимая свои собственные проблемы, мы прекрасно понимаем, что мы как бы живем не в Мюнхене, а, так сказать, не в Дюссельдорфе, мы не самая богатая страна мира, не самая обеспеченная страна мира, мы не производим лучшие на свете аппараты искусственной вентиляции легких или, там, я не знаю, ЭКМО, вот, но совершенно точно, мы не худшая страна мира, и как выяснилось, российская система здравоохранения, как бы мы к ней не относились и как бы мы не думали, что она плохая, так сказать, оказалась более эффективной, чем, например, американская. В плане борьбы вот просто с пандемией. Никаких вторых волн не бывает, сезонное заболевание, значит, никакой, с моей точки зрения, с точки зрения коллег, которым я доверяю, значит, все увеличения, так сказать, цифр, связаны, во-первых, с улучшением тестирования, да, и увеличением качества тестирования, и, соответственно, желанием народа протестироваться, это первое. А во-вторых, все-таки мы к этой эпидемии должны относиться как к эпидемии реаниматологической. Проблема этой эпидемии не в том, что у вас будет температура 38,5 и кашель, а проблема в том, что в какой-то момент у какой-то группы популяции может случиться осложнение, которое приведет к тому, что придется, по всей видимости, такого человека сажать на аппарат искусственной вентиляции легких. Вот этих аппаратов должно хватить. А вот эта вторая волна мне непонятна. Как любое ОРВИ, это сезонное заболевание, соответственно, бывают только сезонные вспышки, а не волны. Во-вторых, если люди начали заранимфицироваться летом, когда вирусная нагрузка существенно меньше, чем зимой, эпидемические показатели гораздо лучше, чем зимой, и состояние организмов человеческих, как правило, гораздо более стабильно, чем зимой, ну или вот в, так сказать, в пике острых респираторных вирусных заболеваний, да, там, скажем, ноябрь-март, то я считаю, что если есть такая возможность переболеть летом, значит, надо болеть летом. Я не знаю, так сказать, статистику нынешней смертности от ковида в Казахстане, кроме всего прочего, я не очень доверяю статистическим институтам страны под названием Казахстан, не потому, что они врут, а потому, что они просто не очень совершенны, да, и думаю, что вообще статистические наблюдения за популяцией там находятся не на высочайшем уровне, популяция довольно размыта по довольно большой территории, поэтому я бы вот про все эти так называемые вторые волны очень аккуратно говорил, да. Я думаю, что никаким таким трагическим последствиям вот это летнее инфицирование не приведет. В частности, в Казахстане, где очень жаркий климат, большое ультрафиолетовое, так сказать, покрытие, да, в атмосфере, я думаю, что, так сказать, если мы и будем говорить о том, что там люди начинают заболевать, то они будут заболевать в средней или легкой форме. Вот в России же тоже, в России же тоже статистика не падает, да, как вот она застряла на там шести тысячах и застряла. Это же не потому, что мы находимся на плато, а потому, что тестировать стали лучше. А плато, как раз оно там, где люди сидят, где люди прикованы к ИВЛ. И вот если вы посмотрите на количество освободившихся ИВЛ, вы все поймете, что мы уже ни на каком не на плато, а вполне давно на самом сильном спаде. Вот и все. То есть мы у нас уже первую градскую закрыли для ковида, на очереди пятнадцатая, и последняя будет коммунарка. То есть как бы уже все, город чист. Болеют ковидом все, другое дело в какой форме? Да, очевидно, что в тяжелой форме ковидом болеют в основном пожилые мужчины. Мужчины и женщины с повышенным весом, сильно повышенным весом. И люди, то есть и мужчины, и женщины с хроническими заболеваниями в первую очередь. То есть диабет, хронические заболевания сердца, которые приводят в итоге к тромбоэмболии, и хронические заболевания крови, хронические заболевания почек. Ну то есть хроники. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Вот, так сказать, и действительно на 70% это мужчины, потому что мужчины ведут, ну вообще мужчины просто с хроническими заболеваниями, хронические заболевания переносят хуже, умирают, так сказать, быстрее. И организм мужчин хуже адаптирован к стрессовым, вот именно, так сказать, условиям болезни, да. Поэтому средняя продолжительность женщин в современном мире, да, когда они перестали умирать, как раньше, от просто, так сказать, осложнений в процессе родов, да, когда этот процесс под контроль был взят, да, стало понятно, что женщина просто более, более выносливая, да, ей же надо 17 детей родить бабе, а мужику ничего не надо делать, мужику только удовольствие получать от жизни. Вот, поэтому век мужика короче биологически, а женщина более выносливая. Когда лекарства сравняли мужчину с женщиной, да, в этом смысле стало понятно, что женщина просто живет дольше и переносит эти тяжести лучше, да, болезненные. Поэтому женщина это процент в 35-30 вообще, по моим наблюдениям. И они выживают лучше. Мужики быстрее, ну, как бы тяжелее переносят болезнь и чаще умирают. Вообще, как бы говорить о том, что мы знаем что-то про болезнь, с которой мы впервые столкнулись полгода назад, ну, довольно самонадеянно, тем более мне. Поэтому, вот, условиям, мы довольно много знаем про ВИЧ, мы с ним живем 40 лет, да, цивилизация, я имею в виду, а, так сказать, эффективного лекарства, да, от ВИЧ мы до сих пор не нашли. И вакцины не нашли. Поэтому только недавно мы, в общем, поняли почти все виды присоединения вируса клетки, вернее, попадания в их клетки. Так же и здесь мы, в общем, каждый день открываем для себя что-то новое, думая сначала, что это болезнь эпителия верхних дыхательных путей, потом мы понимаем, что это скорее заболевание крови, потом мы видим, что она функционирует как аутоиммунное заболевание, скажем, как воскулит крупных сосудов, поэтому начинаем применять тацилизумат, да. Сначала мы говорим о том, что ни в коем случае нельзя лечить такое заболевание гормонами. Теперь мы говорим, что только кортикостероиды и другие гормональные препараты являются основным методом лечения коронавирусной инфекции, а прошло-то всего до 5 месяцев реального настоящего изучения болезни. Так что я не думаю, что надо делать выводы, но я лично не знаю ни одного случая человека, который бы, переболев ковидом, заболел им вторично. И то я точно думаю, что иммунитет, лет на 5 иммунитета хватит. Вот такое мое оценочное мнение, непрофессиональное. Для всех это проблема. Это не проблема для Исландии, понимаете, где там, по-моему, 278 человек живет, свеч, они все, так сказать, мигранты из Восточной Европы. И там два набора, либо одно лекарство, либо другое, да. А даже для Соединенных Штатов, где эта эпидемия началась и где эта эпидемия продолжается, и каждый год 50 тысяч новых случаев, как раз вот среди тех людей, той социальной группы, которая сейчас была основным, в основном подвержена ковиду, то есть малоимущих, малообеспеченных, нелегальных мигрантов, население с разным цветом кожи, там вполне себе, так сказать, эта проблема, да, и проблема лекарственного обеспечения, она очень серьезно стоит, да. И если у тебя хорошая страховка, у тебя она покроет 100% твоего лечения, если у тебя таксия, страховка 90, а тебе придется 10% доплачивать, а эпидемия развивается как раз внутри тех людей, у которых вообще нет никакой страховки, она скоропомощная, да, и там самая социальная страховка, вот медикер. И, как правило, такие люди не обращаются к врачу, не ходят к нему, не обследуются, и когда обследуются и узнают о своем статусе, сталкиваются с огромным количеством проблем. Я думаю, в общем, очень схожих проблем с русскими. Поэтому, поверьте мне, я знаю, как тяжело приходится людям в Чехии с ВИЧ-инфекцией, какие там препараты, они ничуть не лучше, чем в России, как тяжело приходится мигрантам или иммигрантам в Великобритании, цветному, ну, как населению, опять же, с разного цвета кожи, тоже в Соединенном Королевстве. Это нигде, нигде не весело, кроме очень социальных северных стран европейских, где богатых, где общество тратит, согласно тратить много денег на небольшое количество людей в популяции, которым нужно вот это ежедневное, довольно недорогое лекарство. Россия неплохо обеспечивает, по-прежнему очень, говорю сейчас, мы много сделали для того, чтобы эти лекарства появились, и чтобы поменялись схемы, и поменялись принципы лечения, и чтобы мы перестали, чтобы в, так сказать, национальных протоколах появился принцип лечить в тот же день, как ставится диагноз. И мы много сделали для того, чтобы в иностранных компаниях появилась возможность локализации, настоящей локализации препаратов здесь, как у компании, например, ВИИФ, которая часть ГЛАКСа Смит Кляйн, выпускающая ТВК и ДОЛТО ГРАВЮР, чтобы у компании ГИЛИАД появилась возможность лучшие и самые современные свои препараты вывести на русский рынок за приемлемую для нашей системы общественного здравоохранения цену. Так появился сейчас, появился препарат под названием ГЕНВОИД, 4 в 1, да, с кабецестатом. А в следующем году появится БЕКТАРВИ, то есть самый современный препарат, да, комбинированный препарат, который сейчас есть на рынке, трехкомпонентный, с ингибитором Энтегразе, тоже компанией ГИЛИАД. Это огромная заслуга нашей системы общественного здравоохранения, нашей системы закупок, наших принципов, да. Мы эти принципы меняли, мы боролись, да, там сказать, я часто воевал с Министерством здравоохранения, но важно признать и какие-то вещи, которые нас объединяют, да, они только разъединяют. Мы понимаем, и сейчас я это понимаю очень хорошо, что мы все движемся в одном направлении, я просто как бы требую быстрее, государство может медленнее, но в действительности система в России не самая плохая. Проблема в России с ВИЧ не в таблетках, проблема в России с наркопотреблением, с тем, что по-прежнему основным котлом эпидемии ВИЧ в России являются наркопотребители и люди с ними связаны непосредственно. Действительные штаты Америки являются федеративным государством. Каждый из штатов управляет самостоятельно с точки зрения медицины. Если какие-то штаты вдруг, например, сейчас Мичиган или Миннесота, решили, так сказать, сделать поголовное тестирование и обнаружили, что у них там людей у всех антитела, да, или у кого-то там антигены во время, в процессе, вернее, так сказать, острые фазы, то это не значит, что там какая-то чудовищная эпидемия. Значит, Соединенные Штаты — это страна, которая действительно довольно тяжело пережила эту, ну, как бы, вернее, для которой столкновение с этой пандемией было большим стрессом, потому что система общественного здравоохранения в Соединенных Штатах в основном не рассчитана на бесконечное пребывание старух по любому поводу, так сказать, укладывающимся на койку, как это было, так сказать, в Советском Союзе. Да, поскольку мы живем сейчас в таком постсоветском пространстве, оказалось, что вот в такой ситуации иногда вот этот подход, что у нас бесконечное количество коек, до которые мы сразу же кладем, не пойми, зачем, человека, оно может быть даже и полезно. Вот. Но, так сказать, ситуация в Америке была с точки... Опять же, если просто все рассчитывать на популяцию, да, вот там дайте вспомнить, что в Америке живет в три раз больше народа, чем в России, и в основном они живут, вернее, не в основном, а часто они живут более скучно, чем в России, и, как правило, американская система здравоохранения рассчитана на плановую и тяжелую помощь, да, то есть на очень серьезные хирургические операции, на химиотерапию, на поддерживающую, а в остальном, так сказать, больница не нужна, в остальном всю помощь можно оказывать на дому. Хорошо было, что людям не хватало аппаратов ВВЛ или плохо. Мы этого не знаем сейчас пока точно, мы не можем сказать об этом. Мы не можем сказать, например, умерло человек от ковида больше, при том, что мы оказывали полную помощь, да, ковидникам по всей стране, или людей больше, которым мы отказались оказывать плановую медицинскую помощь. Потому что вдруг моментально исчезли панкреатиты, холециститы, исчезли там, так сказать, хронические воспаления прямой кишки, так сказать, ишемические болезни, вдруг они куда-то растворились. Как будто этих людей с этими болезнями нет, и они не умирают. Вот это тоже статистика и аналитика потом, через полтора года, я думаю, сможет только в полной мере оценить. Да, и в Америке тоже. Но никаких семидесяти тысяч ежедневно в Америке, конечно же, нет, и быть не может. Все в Америке нормально, Америка переживает свою эпидемию, переживет ее, и уже пережила самый пик, и переживет ее окончательно так же легко, как и мы. Психологические нагрузки, что там психологические нагрузки, что я мертвых людей, что ли, не видел, или больных людей не видел, я их вижу каждый день. Я вижу каждый день их, там, сказать, в фонде спид-центр, которым, так сказать, все давно руковожу. Вы думаете, человек, который возглавляет крупный общественный фонд по борьбе со спидом в России, у него как-то все по-другому, что ли, каждый день, чем в документальных фильмах про ковид? Да все еще хуже. Про ковид там дед и бабка умирают, а здесь у тебя молодые ребята умирают каждый день, и спасти их невозможно. Вакцина требует большого количества испытаний. Да, она как минимум требует трех фаз очень серьезных, там, рандомизированных или не рандомизированных каких угодно исследований на разных типах биологических жизни, последний из которых будет уже человек. И для этого нужно несколько лет. Нельзя придумать вакцину за полгода, это просто физически невозможно. Тем более, что ты никогда не делал никакую вакцину в мире от такого типа вируса. Никто никогда не делал никакую вакцину ни от SARS, ни от MERS. Это было никому не нужно, потому что это ненужные вещи. Всегда, когда речь идет о такого рода заболеваниях, делают не вакцины, а лечении. Вот, например, компания Gilead сделала лечение от Ebole. Все говорят, вот, вот Ebole, Ebole, мы сделали вакцину от Ebole, она все равно не работает, никто не пользуется этой вакциной от Ebole, она никому не нужна. Ebole была, а потом взяла и сама пропала, да, там, так сказать, в тех странах, где она распространялась. Вот так работают вирусы, они сами берут, приходят и уходят. То есть никакая вакцина не нужна. Друзья, это был формат А3 в студии в Кишиневе. Вот такая интересная встреча, необычно закончилась. Тем не менее, друзья, мы увидимся с вами в следующий раз. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok